Сегодня в этом кабинете ничего не напоминает об ужасной трагедии. Класс оперативно отремонтировали, все повреждения устранили. Практически капитальный ремонт пришёл. То есть разрушения были большие? Да, полностью. Класс считаем, получается, всю штукатурку полностью уронили. Но главное даже не это. Самые большие потери в этой истории не материальные, а моральные. Сейчас всем ребятишкам, ставшим свидетелями кровавой резни, оказывают психологическую помощь. Буквально с понедельника, седьмой А-класс, где произошла трагедия, они выезжают на реабилитацию и на здоровление в Светлой. Кроме этого, серьёзно стоит вопрос вообще о ремонте школы. Долгое время здание было на балансе военных. Капитального ремонта эти стены не знали десятки лет. Сегодня необходимую сумму для того, чтобы отремонтировать капитальную школу, 59-60 миллионов рублей. Ну, ещё одна большая проблема – это начальная школа, здание бывшего детского сада. Ну, тут, конечно, всё обветшало. Такой температурный режим, очень низкий. В классах прохладно, мягко говоря. Только на экстренный ремонт кабинета и коридора, где произошло ЧП, ушло 400 тысяч рублей. Их выделили из городского бюджета. Также в ходе осмотра выяснилось, что привести в порядок нужный класс этажом ниже. При тушении пожара его залило водой. Эти работы проведут в ближайшие дни. Алифтина Дармаева, Намсарай Намсараев и Сергей Костенко. Новости дня.